Начался массовый заезд детских групп. Сегодня в здравницах Анапы отдыхает свыше 13 тысяч детей. Замглавы Людмила Мурашова докладывает, на внеочередное заседание межведомственной комиссии будут приглашать медработников здравниц. Медицинский фильтр на приеме детей должен работать качественней. Возьмите в течение недели, отследите вызов скорой, раз, детские дошкольные оздоровительные учреждения и госпитализацию в детскую больницу, два. И потом предъявите претензии к тем здравницам. Они же вам скажут, врачи, приобретенное, либо завезенное. По поручению главы Анапы продолжается еженедельный мониторинг объектов, незаконно осуществляющих деятельность в сфере приема отдыхающих. На этой неделе было выявлено 30 средств размещения объектов в санитарно-хородном комплексе, который кармирует себя как гостиницы, на самом деле, и ЖС. Все материалы направляются в кадастровую палату и ресурсоснабжающие организации. В городском хозяйстве приоритеты не меняются. Благоустройство, санитарная очистка. На контроле сфера пассажирских перевозок. Составлено шесть административных материалов. За осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения на право перевозки пассажиров и покажу легковым транспортом, легковым такси. Один административный протокол. Транспортное средство передано под сохранную расписку. За использование отличительного знака, карабанка, панели белого цвета. Пять административных протоколов. Самая актуальная на сегодня тема – организация достойного отдыха наших гостей. Сергей Сергеев потребовал поднять его распоряжение о закреплении пляжных территорий за заместителями и сделать его руководством к работе. С нас люди, жители, гости наши требуют порядка. И они совершенно справедливы. Ежедневно должны приниматься меры для устранения нарушений, будь то антисанитария или незаконные услуги на пляжах. Субтитры создавал DimaTorzok